Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Мне вот прям нравится танцевать, и все, я не могу. Но еще я хочу научиться петь. Когда вот другие танцуют, я себя на их месте представляю. Настроение поднимается от этого. Маленькая была. Я мечтала ходить на танцы, танцевать. И вот, когда я сюда попала, в детский дом, мечта как бы начала осуществляться. В творческой команде Кристина не последний человек. Она занята в двух номерах. И это при том, что в детдом попала всего месяц назад, когда подготовка к конкурсу «Звезды детства» была уже в разгаре. Девочка очень органично влилась в коллектив, благодаря своей общительности. Хотя к выбору друзей Кристина относится очень ответственно. С кем я общаюсь много, а настоящих друга два-три там. Настоящие подруги чем отличаются от просто подруг? Ну, настоящие можно секреты рассказать и знаешь, что они не предадут. Ну, а просто подруги погуляют так, пообщаться. Секреты, которые Кристина обсуждает с близкими друзьями, мы выведывать не стали. Поинтересовались только, о чем она мечтает. «Самая главная мечта – это быть успешной жизнью, что все получилось. Вот. Ну, что ли что будет? Быть удачно замуж, карьеру построить, семью. Карьеру в чем? Кем ты хочешь стать?» «Ну, я пока что не знаю полицейским, но мы, ну, предположение, то, что мы, может быть, полицейским станем. И защищать других, спасать мир от злости, хулиганства. Хорошая учеба нужна, спортивная подготовка. Ну, с учебой у меня все хорошо, а спортивная подготовка, ну, в процессе. А еще Кристина хотела бы стать более решительным и твердым человеком. В будущей профессии это пригодится. Пока же ей кажется, что она излишне мягкая. «Могу закрыть глаза, ну, на грубость там. Вот. И так постоянно, как бы, я не могу ответить просто. Не получается. Поэтому слишком добрая очень». «А чем так вам нужно отвечать на грубость?» «Не знаю. Ну, точно не грубость в ответ. Просто забыть, наверное, это все и все. Добро вам ответить». «В общем, пока ты все делаешь правильно». Кроме профессии Кристина выбрала себе и общественную нагрузку. «Я очень люблю детей и, как бы, ну, хочу стать волонтером, которые в такой ситуации оказались только меньше возрастом, они поменьше больные. Им тоже помогать, развивать их». Несмотря на короткое время знакомства, в детском доме Кристину успели полюбить. «Доброжелательная, добрая, ответственная, умная девочка, учится хорошо в школе, переживает за свои оценки. Сейчас у Кристины очень сложный этап в жизни, и поэтому очень бы хотелось, чтобы у нее появился взрослый друг, наставник, который бы смог ее поддерживать в трудную минуту, в минуты радости, мог давать ей добрые советы. Показала она себя уже очень хорошо. Танцует она у нас, влилась в жизнь детского дома, принимает активное участие в жизни. Нашла контакт, общий язык. И, ну, хорошая девочка». Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8-8352-76-68-68, 8-967-476-68-68 или заполните анкету на сайте www.наставник21.ру. Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «Наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей на номер 3434. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Продолжение следует...